Все зло на земле – результат предательства Создателя. Здравствуйте! Давно не виделись с вами на Экстра ТВ. Первая – этому были объективные причины. Первая – я весь абсолютно весенний-осенний сезон нахожусь в деревне. Денис с компанией ко мне приезжали, было еще в прошлом году, что успели отснять. В этом не получалось, у всех много работы, у каждого свой путь. Второй момент – мы сейчас плаваем второй год на Бригантине-Урусвати-Преображении. С командой много из тех, кто в первом году плавали, остались, прибавились еще люди. Работы очень много. Вы понимаете, есть такой космический закон – закон приоритетов. И вот я и сердцем, и делами, и временем полностью нахожусь там. И вот куда-то выбраться, и поговорить на какие-то темы, тем более, что если не обозначены конкретные вопросы. Вы понимаете, у меня канал работает очень интересно. Вот раньше я мог его свободно включать в любое время, как мне нужно. Но сейчас время изменилось, ситуация в мире изменилась. Новая вселенная рождается, новый мир рождается. Поэтому закон приоритетов сейчас очень сильно важен. Определиться, что главное. И все становится тоньше, значительно тоньше. То есть то, что раньше как бы… Ну да, можно обратить внимание, можно как бы подождать. Сейчас надо реагировать мгновенно, чтобы ничего не упустить. Это занимает довольно много времени. И владыка мне сказал, Олег, сейчас лучше чуть медленнее, да? А ну внимательнее. Потому что пропущенная вещь сейчас, мизерная, а через какое-то время может вырасти серьезную проблему, которую нужно будет решать. Поэтому торопиться не надо, чуть помедленнее. И кони в том числе. А вот, поэтому не виделись. Ну сейчас, я думаю, будем видеться чаще, пока снег лежит, пока мой пруд не растаял, моя купель в деревне. Вот, я буду в Москве. Может, чаще будем видеться. Но видеться, если это устроит вас, если это устроит Экстра ТВ. Вот в таком формате. Встреча, люди, вопросы. Вот у меня канал работает сейчас так. Я, вот мне говорят, Олег, давай возьмем вот такую тему, и ты ее раскрой. Вот я туда, там тишина. Я туда, там тишина. А просто на себя взять ответственность, вот от себя, как от себя просто, я бы не рискнул. Опять же, исходя из ответственности, которая лежит в каждом произнесенном мной условии. А вот как только возникает живой вопрос, то есть, что такое живой вопрос? Живой вопрос это то, что человека действительно беспокоит. Это не праздное любопытство. А вот кто я был в прошлом воплощении? Скажите мне, пожалуйста. У меня возникает вопрос. А каким образом это изменит твою жизнь, твое к ней отношение, твое отношение к людям, которые тебя окружают? В чем ты здесь вырастешь? Ну, узнаешь ты, ну и что? А ведь, чтобы это узнать, надо, ой, сколько энергии потратить. Ой, как время отмотать. И потревожить. И духов, пространство, и времени, и элементалы времени надо потревожить. Во имя чего? Чтобы вы узнали, что вы были тем-то и тем-то без какого-либо смысла? Вот, поэтому на праздное любопытство не работаем. А как только возникает живой вопрос, животрепещущий вопрос, который действительно может помочь измениться, потом что-то изменить, в том числе и свое отношение прежде всего к себе, а потом уже и к окружающим. Потому что вся работа начинается только с себя. Поэтому я сказал, что вот никаких уже таких лекций, как было раньше, я читать не буду. Вот, я и так там наговорил уже, достаточно кому интересно. А вот такие встречи с удовольствием. Я скучаю по людям. Сначала была эта пандемия нереальная. Раньше у меня вообще вот этих онлайн не было. Я всегда ездил по дворцам культуры, по кинотеатрам, по библиотекам. Это все время какие-то были живые встречи, живые общения. С гитарой, с фильмами. Живое это другое. И вот им на это энергии вот вообще не жалко никак. Более того, потом еще сторится и возвращается. А вот когда начинаешь вымучивать что-то, то вот тут уже могут возникать некоторые проблемы. Сейчас время не то. Я говорю, сейчас новый мир рождается. В полном объеме, во всех сферах, начиная с физического, ментального, эмоционального, молекулярного, химического, биологического. Абсолютно рождается новая реальность. Это так. Еще раз говорю, во всех сферах. И не только на Земле. Не только на Земле. Поэтому те люди, которые серьезно занимаются, предположим, духовными практиками, люди, которые серьезно занимаются астрологическими, астрономическими исследованиями, их информация, их знания сейчас будут иметь очень большое значение. Я не имею в виду шарлатанов, а я имею в виду серьезных людей. Потому что взаимодействие между планетами, окружающими нашу планету. Отношения между звездными системами и галактиками тоже сейчас переходят на совершенно другой уровень. Слово идет нейронный, но я думаю, что это не совсем так. Еще тоньше. А чем тоньше энергия, тем она быстрее проходит. Чем плотнее, тем тяжелее. Так что сейчас все будет развиваться быстро. очень внимательно я бы сразу, вот я сейчас не думаю совершенно, что идет, то идет. Очень внимательно сейчас, ребята, нужно относиться ко всем походам, к разного рода целителям, к разного рода... Я не хочу отбирать у них хлеб ни в коем случае. Просто будьте повнимательнее, пожалуйста. К разного рода предсказателям и тому подобное. Все дело в том, когда уже на таких скоростях происходят события, у вас есть программа своя, определенная программа или судьба, но так как вы существо божественное, свободное и имеете свободу воли и выбора, это не просто линейка, это коридор, где у вас есть воздух. Понимаете? Будет все равно все то, что будет. По вашим делам, по вашему устремлению, по вашей вере будет дадено. И если это идет естественным совершенно путем, то оно так и идет. А вот если вы пришли к какому-то экстрасенсу, ясновидящему предсказателю, телепату там или еще кому-то там, и он это озвучил, даже если угадал, даже если это так, вы понимаете, он лишит вас воздуха, потому что в этот момент включится еще и ваша программа. как бы знание, чего вас ждет. Узнать, что вас ждет, можно только трудом, своим собственным. Узнать, болит почему, где болит, от чего болит, можно узнать только своим собственным трудом. Можно слушать. Я говорил, принцип нашей команды, я всех своих матросов изначально к этому приучал. Они говорят, это как вот там рейки, а вот что такое вот это, а что такое? Я говорю, ребята, есть, слава Богу. Как в фильме «Бессмертие» учитель сказал, и главное, чтобы вы шли, а не стояли на месте, доказывая чью-то правоту. Творец един, дорог же много, и каждый из путей благословлен. Есть и слава Богу. Отрицать, это уже китайцы говорили, Конфуций, как вы только что-то отрицаете, вы закрываете это для своего познания. Поэтому не надо ничего отрицать, можно выслушать, ровно, спокойно, принять к сведению, но при этом не кипишевать. Ах, у меня, ох, мне сказали, у меня там будет то-то, 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 то-то. Вы понимаете, когда вы включили эту программу, а древние вообще говорили, как вы только узнали что-то о будущем, оно с бешеной скоростью начинает меняться. Это защита. Вы понимаете, вот мы и так сумасшедшие все на всю голову. Вот сами живем. Ну, посмотрите на свои жизни. Просто элементарно. Да? Потому как идет. Просто потому как идет. А если мы еще узнаем о том, что будет, вы представляете, что мы можем натворить вообще? Если я знаю, что там, предположим, со мной, тогда-то там что-то произойдет. Вы представляете, сколько я буду принимать движений, решений, сколько это займет у меня времени в мыслях, чтобы типа там не оказаться, туда не попасть, или там еще что-нибудь, как-нибудь, где-нибудь. Так это начнется хаос. И более того, это я говорю о том, что вы попали к нормальному профессионалу, и он действительно считал и увидел. Я уже не говорю о том, если вы попали к шарлатану. Тогда вы такое на себя зацепите. Он вам ляпнул, а вы из этого бреда начинаете выстраивать свою действительность. Вот это то, что почему-то я захотел сейчас сказать до того, как мы начнем. Общий разговор. Будьте с этим сейчас внимательны. Скорость движения мысли миллиарды раз выше скорости света. Вот что бы с вами ни происходило, где бы вы ни были, в какую бы ситуацию вы ни попадали, вот постарайтесь первой своей реакции не проявлять вовне. Вовнутрь. А вот ты пошла, ты по... да ты... Подумаем сейчас пять секунд, куда меня послали. Маршрут выстроили. А потом посмотрели, а ничего страшного в этом-то и нет. Как в этом анекдоте. Да, говорит, посылали много раз, уходил туда, возвращался отдохнувший, здоровый, и с магнитиком на холодильник. Все. Как вы только начинаете вот сразу реагировать, причем это касается как положительных, как негативных, так и положительных вещей. Вот что-то такое произошло, хорошее, очень хорошее. Вот не взрывайтесь сразу. Ну что, вот есть люди, которые бегут к другим, когда им плохо, и вот они начинают сразу шерстить. Старых знакомых, искать там, где поплакаться, там можно. Есть люди, которые наоборот, когда им плохо, вот это я такой человек. Когда мне плохо, я вообще стараюсь вообще ни с кем не видеться, ни с кем не слышаться, потому что раз плохо, значит мне надо найти причину. Почему? А эта причина всегда внутри, она не лежит. Внешняя среда обитания это лишь результат нашей внутренней работы. Никак иначе. Поентому, когда мне плохо, я дэнс, ага, там, ну получил, что опять, опять где накосячил, Олег Анатольевич. И начиная потихоньку по крупичкам разбирать, разбирать, разбирать. И если в этом хватит терпения и доверия к тем, кому вы верите на небесах, это могут ваши святые, ваши вознесенные учителя, мастера, владыки, и даже земные учителя, если вы действительно им верите, то вы автоматически своей мыслью, своим желанием, устремлением понять, вы их притянете. Вот вы понимаете, человек, когда он задумывается, он становится магнитом. И если мы заходим или решаем световые вопросы, мы притягиваем свет. Начинаем решать другие вопросы, то мы притягиваем тьму. Это автоматом происходит. А дальше уже речь идет о... Вот был заданный вопрос, как измеряется уровень сознания. Дальше речь идет тоже об уровне сознания человека, о его уверенности в себе и в том, во что он верит. Но там еще несколько аспектов. То есть то, что реализует уже защитный механизм. Потому что человек, не имеющий такого защитного механизма, но притянувший негативные состояния и энергии, будет иметь один результат. Человек, который имеет этот защитный механизм, этот защитный механизм сработает как подушка безопасности. То есть урон будет, но не такой сильный. Ну как создавать эти механизмы? У каждого свой момент, свой путь у меня свой. Я матросом своим, прежде чем сейчас спуститься в плавание к Алифу, то есть к самому себе, к центру своей вселенной. Естественно, все эти механизмы защитные дал. Ну как они пользуются или не пользуются, это уже ваши проблемы. проблемы. Потому что услышать это еще не значит узнать, узнать не значит еще принять, принять не значит еще понять и вместить. Уровень сознания, ну как, уровень сознания измеряется некоторыми параметрами. Первый параметр, это космический параметр, который зависит от, будем говорить так, от древности вашей души, от количества воплощений. Именно вашей души, именно вашей матрицы. И не только на земле. Это первый аспект. Второй аспект уровня сознания, он вытекает из первого, потому что именно этот уровень рождает второй. Это степень вмещения человека, степень его терпимости. Вот вы когда-нибудь встречали агрессивного, мягко говоря, невежливого, невежественного человека вот с таким потрясающим качеством, как терпимость. Несовместимо. Невозможно. Это степень вмещения. Ну и третье, пожалуй, это уже земная, абсолютно движущая сила. Это желание. Это устремление, желание знать. Знать, знать, знать. И знать не для того. Такое количество людей, я сейчас говорю, знать, знать, знать. И вспомнил фильм Индиана Джонса, когда вот эта там русская, типа, была, хрустальный череп, кто смотрел. И вот она, когда уже попала в этот корабль, я хочу знать, хочу знать. Ну и бубуб, блин. Ее разорвало на кусочки. Знать надо в меру. Знать надо в меру по уровню понимания и вмещения. Это тоже большая проблема. Не хватает терпения, люди занимаются чем-то, начинают заниматься. Вроде интересно, вроде что-то понятно начинает быть. Накопили, накопили, их уже утомило, потому что это приходит вот сюда, то есть вот сюда, а не сюда. Это быстро утомляется. Так надо быстренько что-то поменять, поискать что-то другое. Все, побежали к другим. Залезли в ту организацию, там начали мутить что-то. Какое-то время, вроде что-то идет, вроде что-то хорошо, вроде получается, потом все, утомился. Так, что-то нет, поехали туда. И таких, к сожалению, вот этих вот, которые маются, маятники туда-сюда, очень много, причем на это уходит очень много времени, очень много сил и практически никакого толку. Вот вы знаете, вот я и говорил своим ребятам, моим матросам любимым, а у нас там все любимые, у нас там нелюбимых нет вообще. У нас даже в сердце есть единая истина. Лучше изучить досконально молоток и им пользоваться виртуозно, чем набрать кучу инструментов, которыми ты толком даже гвоздь не забьешь. Вот это как бы мое правило, поэтому диапазон моих знаний как таковых, он не очень широк. Для глобальных вещей отовсюду по чуть-чуть, ну, чтобы иметь представление. Ну, а то, что я несу, до глубинных моментов, до молекул, до атомов, до клеток крови. Потому что иначе эта система, которую я пытаюсь передать, она не будет максимально функциональна. То есть это будет как-то да, хорошо, около. И даже это около, я бы сказал, вот в той системе, которую я пытаюсь передать, даже будет неплохо. Почему? Потому что даже просто соприкосновение с этой системой, вот просто прикосновение к ней, даже какое-то небольшое ее изучение, помогает вырастить внутреннюю чулку, внутренний стержень. Почему вот эта маятня происходит? Стерженья нет. Всегда приводил эту игрушку. Помните, в детстве была такая дынс, палочка, и на нее, значит, эти елочки там туда-сюда надевали, потом сбрасывали, и опять для моторики хорошо. А это очень такой серьезный пример. Вы понимаете, если нет вот этого стержня, то, чтобы вы не выстроили, при любом ударе, движении, это все равно рухнет. Может даже быть так. Вот при наличии этого стержня, да, что-то вы там понавыстраивали, что-то вы там понаделали в этой жизни. Это может быть и кармические какие-то проблемы, моменты, это могут быть какие-то родовые моменты. Много чего нас подвигает на мысли и действия. Потом у вас происходит озарение, осознание чего-то, вот это все выстроенное вами рушится, но стержень остается. А вот если стержня нет, блин, тогда рухнет все. И не на что будет насаживать. Вот основополагающая задача вот этого служения, молитвенного и других там этих практик молитвенных, они даже если не станут предметом жизненного пути, жизненного изучения, потому что этот процесс бесконечен. Я этим занимаюсь уже 20 с лишним лет, 25 уже. И все равно появляются какие-то новые детали, какие-то новые вещи открываются. Ты делаешь то же самое, но раньше ты этого не видел, сейчас вдруг увидел. И вот вы свидетели этому. Даже вот с момента, с прошлого года, сколько уже разных маленьких изменений было внесено и в служение, и в крещение, и в понимание, и в видение. Это не потому, что я скрывал, а вам не говорил. Я сам этого не знал. Но по мере того, как я созреваю до получения дополнительной информации, вернее, знания, они открываются. Закон законов гармонии. Всякая высказанная мысль не вовремя, при получении, приобретает свою полную противоположность. Если вы что-то где-то ляпнули, даже с чистыми помыслами, но люди не готовы были это услышать, ничего, кроме раздражения, вы не вызовете. Я этому учился лет, наверное, десять. Потому что у меня сердце большое, я сразу всех люблю. Как учитель у меня появился, я сразу всех полюбил. Причем я полюбил так, что до остановки сердца. Я в какой-то из передач, а, знакомство с учителем, я этот рассказывал момент. Эту любовь невозможно объяснить. Обозначается она словесно, как безмерная и безусловная любовь. Мы только учимся этому. Мы любим, потому что за что-то и так. Это любим, не любим. А вот, а божественная любовь, она всеобъемлющая. Я тоже только иду к ней. Но я счастливее всех остальных на земле, потому что мне дали один день ее почувствовать. И объяснить это невозможно. И вот когда Христос говорил, поставили, ударили по щеке, подставив другую, это вызывает, особенно у мужского пола и у воинов, раздражение определенное. Что значит, меня ударил, а я должен. Так речь не об этом ударе идет. Вот я рассказывал тогда на передаче там подробно, но сейчас опозначу чуть-чуть. Это такое, как учитель сказал, вообще любовь – это не чувство. Любовь – это знание. А стремление к любви – это эволюция самого высокого знания во Вселенной. вот когда ты в это состояние входишь, ты не нарушаешь ни один закон. Ни один закон несоразмерности, космические я имею в виду, целесообразности, гармонии. Ты не нарушаешь ни один человеческий закон милосердия, сострадания, принятия. Но ты можешь делать все. Вот я еще раз говорю, когда мне дали на один день почувствовать это качество, это знание любви, истинной. Я вышел из дома в 4 утра и вот три каких-то подпивших мужчины и женщины шли. Ну, рестораны закрылись в Кабардинке. Я их увидел и я понял, что я люблю этих людей. Причем люблю так, что если я их сейчас не обниму, я сдохну, я помру просто. У меня сердце становится. Я к ним побежал. Совершенно мне не знакомы люди вообще. И вначале, естественно, нормальная реакция. Мужики встали, ты, э, алло, ты че? Женщина начала ко мне присматриваться, да. Я ничего, я так вот так руки распахнул. Знаете, что с ними произошло? Нет! Их вырубило просто! Просто они перестали быть как таковыми. Я с ними мог сделать все, что захочу. Это чувство настолько обезоруживает. без какой-либо вообще агрессии. Я сделал свое доброе дело. Я их зацеловал всех с ног до головы и двух мужиков и эту женщину. Они совершенно офигевшие, не понимая, что вообще происходит. Я уже, ну все, я их отцеловал, увидел других, все, понеслась туда. Они говорят, мужчина, подождите, мы с вами. Вот. Не понимаете, что это такое? Вот, когда Христос говорил, ударили по щеке, подставь другую, он говорил об этом качестве любви. Тебя ударили, но ты повернулся, посмотрел, и человек будет готов задушиться, лишь бы это исправить. Вы понимаете, о чем идет речь? Этому, конечно, нужно только учиться, 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 учиться и учиться. Это самое обезоруживающее знание. Против него ни мечи, ни пушки, ничего, вообще ничего не работает. Против него даже вирусы не работают. Человек, находящийся в таком состоянии, он перестает быть человеком, он становится богом, а значит перестает болеть. И когда я начинаю заболевать или какие-то моменты со мной происходят, я понимаю, что где-то я проиграл в качестве любви, где-то я что-то пропустил, на что-то не обратил внимания. Вот. И вообще все свои болячки, какие-то у меня их нету, я говорю, я вообще за эти 25 лет, как только начал всем этим заниматься, я вообще не болел. Вот два года назад заболел коронавирусом, и вот в этом году, с нового года, еще раз попал на эту историю, но попал уже, это уже моим, я разобрался, где я допустил промах. Вы понимаете, вы должны все понимать еще одну вещь. Человек, который устремлен, который хочет вырваться из этих оков этой обыденности, вот этой вот просто земной, довольно грубой цивилизации, я говорил тоже на лекциях, кому интересно, посмотрите, есть не все на земле люди. Да, они в теле, да, они ходят на двух ногах, но души у них нет. Люди это те, кто сохранили свое первородство от первоисточника светового. Они, люди, это те, кто этот свет предал. И когда мне говорят, что ну вот, не было бы зла, не было бы понятно, что такое добро, не было бы тьмы, не было бы понятно, что такое свет, чушь собачья. Все зло на земле результат предательства создателя. Предательство. в какой-то момент они себе возомнили, что зачем это все нужно, зачем нужно вот это следствие, когда можно все как бы взять и захлопнуть на себе и во имя себя. Все произошло предательство, вертикаль обрезана, и они могут жить только по горизонтали. Об этом я тоже говорил на лекциях, что люди говорят, есть овцы, есть волки, то есть есть право сильного, есть низшего. А это все вот из этой сферы, из этой среды. Человек, который может допустить мысль о том, чтобы жить в жизни другого человека, я сейчас очень опасные вещи говорю, уже имеет некий код возможности перейти на темную сторону. Но тут важно понимать, есть же войны света, есть света рать, а это войны. Войны от слова война. Значит, и в этом смысле битва тоже неизбежна. Но не хочу показаться эзотериком, карма разная, абсолютно разная у человека, который вынужден защищаться, лишать кого-то жизни во имя высших ценностей, сохранения идентичности своего первородства. И тех, кто эту энергию просто хочет поглотить по горизонтали, а войны-то на горизонте идут. Совершенно разные вещи, чтобы никого из наших воинов, я сейчас в молитве своей каждодневно при благословении прошу благословения для воинов светлых и света рати. Потому что сейчас воистину на земле идет глобальная война. Глобальная. Ни систем, ни за какие-то там территории, ни какие-то там заматериальные ресурсы. Сейчас идет битва между добром и злом. Бадыка меня утвердил в том, что, естественно, сейчас это часто звучит, победа будет за нами, она действительно будет за нами. Другой вопрос, какой ценой, вот это меня беспокоит. потому что жизнь, она и в Африке жизнь. А вообще война считается самым низкочастотным и самым отвратительным действием во Вселенной. Почему? Потому что прерывается огромное количество карм, огромное количество эволюционных веток и даже целых древ. Что такое древо? Для создателя, который когда-то выдохнул и отпустил. Это эволюции, миллионы лет эволюции. Миллионы лет эволюции. И он лишается обратки, лишается этого опыта. Он всеобъемлющ и все вмещаем. Сколько бы миллиардов, триллионов не было тел, живых существ и форм жизни во Вселенной, это все его частички, и он за каждым, он каждого абсолютно отслеживает. Мы не в состоянии понять, как это работает, но в свете это работает так. Там все взаимосвязано и все ощутимо. Нет чего-то выброшенного, кроме одного, что и считается самым страшным грехом. Предательство. Все. Когда этот момент произошел, это то, что называется самость. Не гордость, не честь, не совесть, не благородство, не достоинство, а самость. Это когда я, а остальное все пошло вон. Вот это самость. Как только это происходит, тема света, то, что называется жизнь во Вселенной, эволюция жизни во Вселенной прекращается. Но так как они есть, а ничто неучтожаемо, не неучтожаемо, ничего нельзя уничтожить. Можно только трансмутировать, изменить или вытеснить за пределы своей реальности. Вот. Для них свет же пришлось создавать другое место, куда они, не имея уже процесса своей божественной эволюции, попадут и будут трансмутироваться там. Но не приведи Господь. Не приведи Господь. Все эти сказки про ад это рай по сравнению с тем, что будет ждать вот этих все эти сущности. Будем говорить так. ТВ-Экстра представляет господь. Редактор субтитров Корректор